Протечка крыши во время сильного дождя, замыкание и как следствие возгорание электрощита. В квартире 78 по улице Северная 6 утро было отнюдь недобрым. Пока жильцы своими силами пытались собрать воду в квартире, в подъезде вода попала на провода под напряжением. Случилось это в 5 часов утра. Мне позвонила моя троюродная сестра, трое детей. И произошло возгорание электрощитка ввиду неправильной ремонта кровли, крыши. В доме 1972 года постройки капитальный ремонт крыши начался еще в апреле. Фонд капремонта совместно с подрядой организацией полностью заменить кровлю должны были к 14 июня. Однако сроки не исполнены, да и качество выполненных работ оставляет желать лучшего. Здесь находятся представители управляющей компании. Соответственно, приглашаем сюда подрядчиков фонда капремонта. Будем все это дело актировать. Будем сейчас их убеждать, сделать работы качественно, накрыть кровлю, чтобы в момент выпадения осадков не произошла вот эта ситуация. Просто вот нам, как, что нам делать? Вся неделя дождливая. Значит, смотрите, ситуация следующая. Мы сейчас это дело все восстановим. Восстановим. По поводу фонда капремонта сейчас еще раз с вами придет сейчас комиссия. Будем смотреть, будем писать претензии и будем, соответственно, контролировать ситуацию, связанную с размещением ущерба жителям. Представители управляющей компании уже работают в многоэтажке и находятся в диалоге с хозяевами пострадавших помещений. На данный момент обесточено три квартиры. Чтобы заменить сгоревшее оборудование, потребуется не один час. Просушить, дать стечь накопившейся в воде в простенках, по словам электрика Владимира Топилина, ситуация под контролем. Просто выгорели автоматы и пропал свет квартира. То есть, соответственно, аварийная служба быстро отреагировала. Ну, в данный момент никакой опасности нет. Проведем восстановительную работу и все будет нормально. Мы связались с прорабом подрядной организации, который уверял нас, что находится в процессе решения проблемы. Подрядчик продолжает обещать. Работы в скором временем завершит. Крыша над головой будет надежная. Тем временем жильцы дома начинают переживать за сохранность уже выполненных работ. Ведь совсем недавно в подъезде был выполнен косметический ремонт и поменены окна. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Нет, нет, мы сейчас поднимемся.